МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Страшную картину представляют собой вот такие собрания аварийных автомобилей. И за каждой такой аварией оборванная человеческая жизнь, боль родственников, отцов, матерей, детей. Но всегда ли причиной транспортных происшествий является невнимательность водителя или действия пешеходов? Останки одной из таких машин напоминают о трагическом происшествии. Машина вышла из-под контроля водителя, перевернулась, и вот результат семь унесенных человеческих жизней. Причина аварии – сильный износ протекторов шин, в случае, когда техническая неисправность автомобиля стала причиной трагедии. Вот статистика прошлого года по стране. Неисправные автомашины повлекли за собой 5,5 тысяч аварий, тысяч человек погибло, более 6 тысяч – ранено. Только в Москве за прошлый год было не поставлено на учет в ГАИ в результате технических неисправностей более 130 тысяч автомобилей. Во многом эти неисправности вызваны отсутствием запасных частей. Давайте посмотрим на эту проблему глазами водителей легковых автомашин и тех, кто занимается их ремонтом и обслуживанием. Участие автомобилей и других транспортных средств с техническими неисправностями в дорожных происшествиях влечет, как правило, наиболее тяжкие последствия. Какие наиболее характерные неисправности? Это, прежде всего, повышенный износ протектора колес, неисправность рулевого управления, тормозной системы и другие технические неисправности. Может быть, водители этих автомашин не имеют возможности отремонтировать эту машину? Может быть, станции техобслуживания идут им навстречу? Нет запасных частей, нет той же резины? Да, этот вопрос, конечно, очень и очень больной. И зачастую жалобы от индивидуальных владельцев мы получаем по этому вопросу, потому что качество ремонта на станциях технического обслуживания еще очень низкое. Всякий автомобиль в процессе эксплуатации требует профилактики и ремонта. Но беды с их проведением преследуют автовладельцев постоянно. Даже там, где имеются хорошо оборудованные станции техобслуживания, опытные специалисты. Это одна из новых станций автоваз техобслуживания в подмосковном Калининграде. Но сегодня она по праву считается одной из лучших в московском регионе. Чистота, порядок, внимательность к клиентам, как редки они сегодня в автосервисе. Но и здесь такая знакомая для всех владельцев и специалистов ситуация. Основная проблема неудовлетворения тех потребностей, которые возникают у клиента, связана с обеспечением запчастей. Какие, например, больше всего не хватает? Ну, в основном, в основном, значит, запчасти по ходовой части. Это взять шаровые, крестовины. Значит, основная проблема и очень тяжелая проблема – это решение, значит, по лобовым стеклам. Как вы обходитесь? Где вы находите запасные части? Вот так и находимся, что это где-то на стороне или еще как-то. Черный рынок. Черный рынок, безусловно. А на станции техобслуживания очень редко. Если случайно попадешь, это как в год раз пообещанию, и то хорошо, если. А так нету ничего. Очень долго приходится ждать каких-либо запчастей, особенно дефицитных. Ну, а что же ждет автовладельца за прилавками магазинов? Да ничего, во всяком случае путного он там не обнаружит. Красочные иллюстрации на тему «Проходите мимо». Прилавка, кассы. И не забудьте поблагодарить при этом все тех же Минавтопром и Министерство торговли за заботу об автовладельцах. А им-то бедным еще и техосмотров проходить. На своих не отремонтированных, не довинченных, не докрученных, не доделанных. И потому аварийных автомобилях. С 1 января в ГАИ Бабушкинского района проходит технический осмотр автомобилей. Каковы результаты? Да результаты пока не очень хорошие. Всего прошло 35% техосмотров. Конечно, могли бы пройти намного больше. Задержка в том, что, во-первых, нет лобовых стекол. Выявляем много неисправности с тормозной системой связано. Когда неправильно отрегулированы тормоза неравномерно берут. Ну а если вот это состояние машины, это результат вот этого ремонта, который он прошел на станции техосмотров. Тогда кого винить? Надо винить, по-моему, в первую очередь того, кто делал эту машину. Найти этого виновения, обвинить его. Почему он так халтурно, извините грубо, относится к своей работе. То есть станции технического обслуживания. Да, и станции технического обслуживания. Заканчивая этот репортаж, хочу показать то большое количество писем, которые приходят в ответ на передачу о проблемах автосервиса и отсутствии запасных частей. Пишут со всей страны письма тревожные, гневные. Прочитаю лишь выдержку из одного из них. Горько слушать, что страна социализма с мощной технической базой автостроения не может или не хочет обеспечить свою продукцию до конца срока запасными частями. Горько слушать, но горько и видеть, когда причиной вот таких дорожно-транспортных происшествий становится техническая неисправность автомобиля. Может быть, вину за это, помимо водителя, возьмет на себя и Минавтопром. Может быть, и Минавтопром когда-нибудь ответит за плохое качество ремонта, которое осуществляется на станциях техобслуживания.